здравствуйте друзья здесь демитков юрий хочу сообщить что на днях закрылись две ноты одна в евро другая в долларах они очень похожи одинаковый набор инструментов ну во первых тем кто говорит что когда много компаний это очень опасно потому что вероятность того что нота и сдохнет увеличивается в шесть раз смотрите там ну пропорциональное количество компаний смотрите компании следующие дир энд компаний экспедиа групп intel corporation louis vuitton мойт хеннесси singler broadcast и юни левер нв что это за компания они абсолютно из разных областей дир энд компани это сельскохозяйственная техника экспедиа групп это ну товары для туризма и интернет сервис который позволяет ну типа букинга вот intel corporation это вообще полупроводниковые приборы и процессоры louis vuitton мойт хеннесси лакшери singler broadcast это телевещание насколько я помню юни левер это товары широкого повседневного спроса понимаете то есть вот такие компании разного рода и там были несколько вариантов были более агрессивные ноты были менее агрессивные в зависимости от того какая выбрана стратегия вот и все они закрылись почему потому что ну сейчас давайте я продемонстрирую график вот он график вот посмотрите синим цветом дир энд компани серым цветом экспедиа групп темно-красный intel corporation зеленый louis vuitton мойт хеннесси вот такой оранжевый сингл коричневый блок broadcast компании и юни левер н в компания посмотрите что произошло сразу после открытия ноты да вот здесь вот это порог автоотзыва черным пунктиром и соответственно ниже вот здесь вот это порог купонного барьера сразу же компания singler broadcast ушла вниз почему она ушла вниз там сделка которую они планировали не состоялась и она ушла вниз вот проходит раз два три месяца один квартал видите барьер отзыва понижается на там по-моему два процента вот он и сразу две бумаги ниже чем барьер отзыва но выше чем купонный барьер соответственно выплачивается купон в зависимости от того какая выбрана со стратегии если агрессивный это купон побольше если не агрессивная то купон поменьше но там минимум 10 процентов это на самой не агрессивной бумаги теперь далее следующий квартал следующий квартал вот понизился купон раз два три сразу три бумаги опустилась ниже чем барьер отзыва сразу три бумаги из шести и собственно говоря естественно да ну самая худшая бумага вот смотрим нижняя граница всех этих графиков вот здесь вот она зеленая уходила вниз вот соответственно выплачивается купон и продолжается наблюдение следующий квартал проходит в третий после января все налаживается смотрите барьер отзыва понижается еще на два процента и смотрим за бумагами они начали расти и вот она самая худшая бумага стала она сказать и особенно не уменьшалась особенно она была достаточно стабильна самая худшая бумага на момент в конце марта была экспедиа групп но она все равно выросла на сто два процента от первоначальной вот этой вот стоимости все но то закрылась люди получили 10 процентов годовых валюте ну там по-разному вот такой инструмент попробуйте найти где нибудь такую доходность можете проверить вот смотрите дирант компания значит это strike это начальная начальная цена бумаги начальная цена бумаги intel corporation louis vuitton singular и так далее смотрите final fixing конечная фиксация то есть ну срабатывание автокола было 139 стало 158 долларов за штуку вот здесь написано performance звездочка стоит as a final fixing date значит одна из этих бумаг только одна выросла на 13,41 процента экспедиа на момент закрытия упала на 1,064 процента но это все равно выше чем барьер отзыва выше чем барьер отзыва это самая худшая бумага на момент закрытия intel corporation на 8 процентов louis vuitton moed hennesse на 14 процентов sincler broadcast на 16 процентов и unilever на 8,9 процентов вот соответственно ну кто-то скажет что лучше в акции вкладываться ну смотрите экспедиа дала минус 1 процент а мы на ней заработали семь с половиной процента ну это в худшем варианте это по два с половиной процента каждый квартал ну да по другим бумагам чуть акции были лучше но зато у нас барьер барьер смотрите на момент закрытия distance to european барьер и distance to coupon барьер вот купонный барьер пожалуйста 49,74 до купонного барьера 42,39 47,67 50 процентов до купонного барьера то есть ей еще падать и падать и если бы она падала вот не больше чем вот на такую величину то мы бы получали все равно купонный доход о чем я хочу сказать о том что те люди которые вложились в ноту получили очень хорошую доходность 10-15 процентов годовых в валюте 11 процентов там была нота вот эта самая в евро поэтому великолепный инструмент на самом деле очень хороший и сейчас эта нота закрылась и соответственно люди просто будут перекладываться в другой такой же подобный инструмент потому что всем кто вкладывается в это дело нравится это дело нравится вкладываться в ноты потому что ну мне очень нравится этот инструмент ноты у меня у самого значит уже три купона было получено в ноту она достаточно агрессивная и честно говоря сейчас одна из компаний находится ниже чем купонный барьер я немножечко нервничаю конечно вот ну посмотрим что это будет а что еще хочу сказать что да такие инструменты они очень-очень хороши но к сожалению они доступны только для квалифицированных инвесторов вы это знаете прекрасно и есть к чему стремиться есть к чему стремиться потому что квалифицированные инвесторы они счастливы они просто берут перекладывают вот ну раз в три месяца смотрят закрылась нота ну давай переложим в другой инструмент подберем и все и надо сказать что я недавно был в открытии я смотрел статистику по всем нотам которые существуют и большая часть этих нот они дали хороший результат они ни разу не просели значит буквально не было никаких задержек с выплатой купона то есть эффект памяти запоминания ничего не было они в основном закрываются по автоколам очень хороший инструмент есть к чему стремиться надо быть квалифицированным инвестором просто и надо вкладывать большие деньги и жить спокойно и счастливо абсолютно не напрягаясь к чему я и стремлюсь и вас призываю сейчас поставьте пожалуйста лайк до встречи с вами был Демитков Юрий субтитры субтитры субтитры